Пришли хорошие новости по занятости. Да, высокая занятость, что показывает, что они понятия не имеют как управлять тем, чем они по их заявлениям управляют. Да. Ощущение, как будто централизованное планирование экономикой, это не то, что нам нужно. Да, да, да. Итак, 19... 19% сильно переживают по поводу безопасности своих сбережений. 29% просто переживают по поводу своих сбережений. Именно так все и было в 2008-м. И я вам прямо сейчас кое-что скажу. Не беспокойтесь о безопасности своих сбережений в банке. Если у вас есть более 250 тысяч в одном банке, то тогда можете переживать. Но если нет, то FDIC вернет вам до 250 тысяч долларов. Итак, зная об этом, не волнуйтесь о сохранности ваших денег в банке. Волнуйтесь о стоимостной ценности ваших денег в банке. Если все рухнет, то вы получите свои 250 тысяч долларов. Все замечательно. Но из-за того, что все получат обратно все, что у них было в новых долларах, то сколько эти новые доллары будут стоить? В этом и состоит секрет того, почему люди не бунтуют, так как они не понимают, как работает инфляция и что вообще творится. Так что ставка рефинансирования будет повышаться, так как стоимость доллара валится вниз из-за того, что Соединенные Штаты, наше правительство, тратит деньги как никогда раньше. Это бьет по стоимости доллара. Слишком много долларов, слишком мало товаров. Так что ценность доллара снижается. Что значит, что если у вас есть 100 долларов в банке, и это те же 100 долларов в этом банке, которые лежали там еще 10 лет назад, то сегодня они уже, наверное, стоят 90 или даже 80 центов. Там все еще написано 100. И FDIC все еще вернет вам ваши 100 долларов. Но их покупательская способность где-то около 80 центов. Вот о чем вам надо переживать. С банковской системой все будет в порядке. Вам стоит переживать по поводу доллара. Понятно? Да, но я, наверное, немного не соглашусь. И все-таки немного усомнюсь даже в том, что я смогу вернуть себе свои деньги. То есть я понимаю, что они застрахованы, но я смотрю на эту программу и про себя думаю, что очевидно, что у них нет денег для страхования всех этих банков. Страхование так не работает. Да, но они напечатают. Просто напечатают. Возьмут и напечатают. Я думаю, что это так, но... Они не собираются нарушать свои обещания по поводу возврата твоих денег, особенно учитывая, что они хотят обрушения доллара. Они хотят цифровую валюту. Да. Так почему бы и не напечатать денег? Да, но поможет ли это? Еще раз, программа страхования не рассчитана на то, что нужно иметь в запасе каждый доллар, который, возможно, может понадобиться. Это не то, как страховка. Любая страховка работает. И не нужно иметь всю сумму застрахованных денег клиентов. Это государственная программа. Да, но у них есть только часть этих денег. И эта часть больше, чем они думают, может понадобиться для покрытия. А если сумма будет больше, чем та, которая в их фонде, там, по-моему, около 128 миллиардов. И если окажется, что нужно больше... Что уже произошло. Что уже произошло. И да, у них пока есть и другие способы с этим управиться. Вмешались крупные банки и много чего еще. И если все будет еще хуже, то они в таком случае разрешат напечатать еще больше денег. Но еще раз. Они еще в самом банке начнут выкручивать тебе руки. Банк начнет требовать больше за услуги, так как им придется больше платить по страховке. Да, тебе придется за это платить. Так что они приждут тебя с оборотов. Тебе придется заплатить как стоимостью доллара, так и количеством долларов, которые у тебя есть в банке. Я не сомневаюсь, что правительство сделает все, что только может потребоваться для защиты этой программы. Но политики в нашей стране не очень-то способны. И когда им надо будет это сделать, то смогут ли они? И так же не особо понятно, хорошо ли это для страны. Ведь со временем ты начинаешь тратить все эти деньги и уничтожаешь доллар. Но у них уже есть план на этот случай. Он существует. Это цифровая валюта. Ты просто делаешь доллару перезагрузку. Ты основываешь его на чем-то другом. Например, на американской земле. Я говорю о том, что я неспокоен. Ты такой, будьте спокойны, ваши деньги на месте. Меня это не успокаивает. Если все, как ты говоришь, то это не успокаивает. Это... Я пытаюсь сказать тебе... Тут много нюансов. Я пытаюсь сказать тебе то, что ты получишь назад свои деньги. Но что они будут стоить? Ну, то есть, знаешь, ты можешь получить кучу рейхсмарок, находясь в Веймарской республике. Ты получил свои деньги. Вот твои деньги. Целая тележка. Точно. Купишь волку хлеба. Да, ты получишь свои деньги. Деньги у них никогда не закончатся, они смогут тебе их дать. Думай лучше о стоимости своих денег. Даже если сейчас забрать свои деньги из банка, то это ничего не изменит. Кроме, наверное, ускорения банковского коллапса. Точно. Окей. Оставьте их там, это уже не важно. Вот если взять эти деньги и вложить их во что-то другое, то это может помочь их сохранить. И я не знаю, во что именно. Может, в землю? Они могут ее забрать. То есть, они уже... Они уже говорят о том, что у нас недостаточно земель для ветряков. И кто это был? По-моему, министр энергетики. Кто-то из них сказал, по-моему, пора уже задуматься о принудительном отчуждении и просто забрать эту землю. Так что я не знаю. Может, в землю, может, в золото или в серебро. Золото они могут забрать. Оружие они могут забрать. Я... Я не знаю, что будет иметь ценность. Еда? Но знаешь, что они делали в Веймаре? Если у тебя есть еда... Именно поэтому мои продукты Патриота поставляются в коробках без маркировки. В Веймарской республике каждый, кто знал, каждый, кто подготовился, внезапно их стали называть скряги. И их демонизировали в прессе, так как они забирали себе всю еду. И они такие... Ты не забирали мы еду. Я просто подготовился. Я... Я видел, что приближается, и я просто подготовился. Так что держите язык за зубами. Язык за зубами. Да. Я считаю, что будь готов — это хороший совет. И это иррационально и глупо со стороны государства говорить вам, что беспокоиться не о чем. Это то, что они говорили по поводу этих банков. А, все, в порядке. Но... Это же очевидно. ...ничего не в порядке. И вы должны относиться скептически, так как это может оказаться серьезной проблемой. Приготовление загодя к тому, что может оказаться серьезной проблемой, это то, как поступают взрослые люди. Да, но... Но поступают ли так в Америке? По идее должны. Да, но... Я хочу спросить тебя. Ты видел... Мы потом еще об этом поговорим. Ты видел, как в Нью-Йорке Морпех, который... И этот парень, этот бездомный парень, чернокожий, он кидался на всех в метро. И никто... Ведь сейчас не особо много-то и людей ездит на метро по сравнению с тем, что было раньше. Так как это очень опасно. Окей? И все делают одно и то же. Они просто сидят там в вагоне и такие... Быть невидимым. Я невидимый. Я невидимый. Окей? Тупо молятся. И, кстати, надо сказать, ты упомянул расу, так как, естественно, это стало межрасовой проблемой. Да, конечно. Это будет как и Джордж Флойд. Они пытаются превратить это в Джорджа Флойда. Итак, этот парень, он бездомный. У него, наверное, не все дома. Он уже привлекался. И он говорит, я ничего не могу купить. Дайте мне денег. Дайте мне денег. И... У нас есть видеозапись? Да, вот видеозапись. Итак, морпех зашел ему сзади и взял его в замок. Двое других людей помогают сдержать этого парня. Они защищают себя. И других людей в поезде. И других людей в поезде. Которым этот человек угрожал. Именно. Итак, морпех схватил его, взял в замок, придушил его, и парень помер. И теперь они накинулись на морпеха, называя его убийцей. Я хочу кое-что спросить. Делает ли наше государство в то время, пока оно разваливается? И мы знаем, что все разваливается. Мы знаем. Эти города превращаются в Готэм. И мне нравится, как они говорят, может, нам нужны, может, нам надо, ну, знаете, вернуть обратно дома для душевнобольных и просто принудительно отправлять туда людей. Спасибо, но... Нет, Готэм. Я не хотел бы у нас тюрьмы и госпиталя Арком. Думаю, было бы нехорошо, ведь получилось и правда не очень. Вы можете, в конце концов, посмотреть фильм! Итак, они говорят, может, нам стоит собрать всех этих людей и принудительно отправлять их в дурдом. Нет, я не считаю, что это вы. Я считаю, что в некоторых случаях. В некоторых случаях. Но надо быть очень осторожным. Это всегда использовалось диктаторами, использовалось точно не во благо. И мне без разницы, это диктатор от правых или от левых. Ты не хочешь давать им карт-бланш в виде просто хватать людей и засовывать их в дух. На карт-бланш это нехорошо. Да. Итак, вот власти Нью-Йорка. Они не арестовывают людей. Они позволяют преступности разгуляться. Они отпускают на свободу преступников. Они отпускают на свободу убийц. Порядочный человек просто хочет ездить на и с работы. Поездка в метро почти всегда небезопасна. Они боятся, на самом деле боятся, что как только эти двери закроются и вы в тоннеле и кто-нибудь встанет и начнет что-нибудь говорить, никто ничего не будет делать. Все будут такие, пожалуйста, только бы доехать до своей станции, только бы доехать до своей станции. Окей? Это нехорошо. И когда кто-нибудь вмешается, так как парень становится уже неуправляемым, и если вы как-нибудь навредите ему, то вы преступник. Правительство должно сказать, любое правительство, которое существует от и для народа, какая часть этого самая важная в этой фразе? Которое от и для народа? Народ! Да, я думал от или для народа. Народ! От него и для него. Правильно. Так что, любое правительство, которое защищает себя и делает все возможное, чтобы тебе было сложнее защищать себя, является проблемой. Проблемой упрощают ли они вам? Мы все знаем, что доллар... Ладно, не все об этом знают. Что ж, доллар рухнет. Да, доллару, который мы знаем, приближается конец. Окей, он больше не будет резервной валюты. Он уже составляет только 40%. Раньше 80% мировой валюты, находящейся вместе с золотом в резервах, был доллар. А теперь это 40%. Что ж, хорошо. Но что это значит? Это значит, что умные люди, как и все страны вокруг, страхуют свои позиции и докупают еще золото. Правительство делает это все сложнее или проще? Что насчет биткоина? Правительство делает это проще или старается криминализировать это для того, чтобы вы не могли его купить и вам пришлось остаться в долларе? Насилие на наших улицах, преступность только растет. Полиции нигде нет. В некоторых городах они даже не приезжают. Может вам повезет, они приедут на следующий день. Так что вы знаете, что не можете рассчитывать на полицию. Итак, правительство помогает или мешает вам защищать себя? Мешает. Они забирают ваше оружие. Если кто-нибудь пытается себя защитить, то они устраивают протесты имени Джорджа Флойда. У вас враждебное вам правительство. Это очевидно. У вас враждебное вам правительство, которое уже не понимает, что это страна от народа и для народа. Вам всего лишь надо сделать один правильный шаг и надеяться, что не они его сделают. Но вам нужно сделать один правильный шаг. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...